27 декабря в Каспийске состоялся митинг, посвященный открытию улицы имени Рамзеса Небиева. Он родился 14 августа 1969 года. В 86-м Рамзес Кудратович был призван на военную службу, а уже в 1991-м он окончил высшее танкоучилище в Киеве. В 2018 году генерал Небиев занял должность заместителя начальника главного автобронетанкового управления Минобороны Российской Федерации. За высокий профессионализм при выполнении сложных и ответственных задач он был награжден рядом орденов за заслуги перед Отечеством, первой и второй степени и за военные заслуги. Открыл мероприятие начальник главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Шестаков. Я длительное время служил с Рамзес Кудратовичем, его подчинение. Он очень заботливый по-отечески был начальник, великолепный друг, очень надежный. Он воспитал очень много людей и поделился с ними опытом. И они сейчас успешно служат, выполняют свою задачу благодаря тому, что они общались с ним, и он их воспитывал и обучал. Это событие объединило всех близких Рамзеса, коллег, сослуживцев и родственников. Для них этот день особенно важен. Это сохранение памяти нашего православного земляка и почтение к его мужеству, великой любви к родине. Кругом столько людей. Его друзья приехали из Москвы, в Министерство обороны, со своим оркестром, со своим почетным караулом. Ну, я не ожидал такое. Но, наверное, наш сын заслужил это. Отец Рамзеса рассказывает, что в обычной жизни он был веселым и общительным парнем, заядлым шахматистом и даже открывал свой шахматный клуб во время обучения в школе. Первый заместитель главы Каспийска Сергей Шахвалиев обратился ко всем присутствующим с благодарностью за сохранение памяти о достойном сыне нашей республики. Я искренне приветствую всех, кто присутствует на нашем торжественном мероприятии и, в первую очередь, родственников генерала Небеева. В Дагестане стала добрая традиция присваивать улицам и школам имена выдающихся представителей республики, в том числе военнослужащих и правоохранителей. Улицу, которую мы сегодня переименовываем, будет напоминать о храбрости и патриотизме нашего земляка, будет примером для подрастающего поколения, напоминанием о том, каким должен быть истинный патриот Родины. Кроме того, в мероприятии принял участие председатель собрания депутатов города Каспийска Абдул Вахиджаватов, начальник управления культуры города Каспийск Аскерхан Гасанов и многие другие. Завершилась церемония минутой молчания и возложением цветов к доске памяти генерала-майора Рамзеса Небеева.